Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Эдуардо Рассалис Калинос, испанский художник. Он был приверженцем итальянского художественного течения, известного как Пуризма. Пуризма – итальянское культурное движение, которое специализировалось на исторических сценах. Я зачитываю переводную Википедию. Родился в Мадриде 4 ноября 1836 года. Второй сын мелкого чиновника. Начал свое образование в частной школе. Осиротел в подростковом возрасте поступил в настоящую Академию изящных искусств Сан-Фернандо, где учился у Федерико де Мадраза в 1851 году. Получил специальную стипендию от правительства для продолжения учебы в 1861 году. Присоединился к группе испанских художников, собравшихся в античном кафе Грекко, в которую входили Хосе Кассадо-дель-Алисаль, Диаскоро Пуэбло и Мария Фортуни. Там он начал общаться с последовательными движениями Назариана, но вскоре оставил свой интерес к ним. Продолжал интересоваться развитием более реалистичного стиля, который был достигнут в его самой известной работе Дония Исабель – католическая диктовка закона Божия. Он взял эту работу на международную выставку 1867 года в Париже, а позже вернулся в Рим, где отправил телеграмму своим друзьям Мартину Рикко и Раймунду де Мадраза, сообщив им, что картина имела выдающийся успех и получила первую золотую медаль за работу иностранца. Он также был удостоен звания кавалера почетного легиона. Женился на своей двоюродной сестре Максимине в 1868 году. У них было двое детей, одна из которых умерла в младенчестве. У него было слабое здоровье, в течение многих лет он болел туберкулезом, часто посещал Пиренеи, где вода славилась своими целебными свойствами. В 1869 году он навсегда покинул Рим, открыл студию в Мадриде. Резкая критика, которой он подвергся за свою работу «Смерть Лукреции» 1871 года, обескуражила его и он больше и уже никогда не писал крупномасштабных полотен. В следующем году, надеясь найти климат, который более благоприятствовал бы его здоровью, он переехал в Мурсию, в город на юго-востоке Испании. После провозглашения Первой Испанской Республики, ему были предложены должности в музее Прада, который он отклонил. Умер в Мадриде 13 сентября 1873 года. В 1922 году Мадрид почтил его память мемориальной статуи, установленной на улице, названной в его честь. Ну так, вкратце, из переводной википедии о испанском художнике Эдуардо Рассалец Галинас. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.